Прогнозы, кстати, сбываются не всегда, особенно часто. Этим грешат чиновники, причем всех рангов. За 2016 год в городах Сибири власти обещали сделать многое. Помочь с жильем, открыть спортивные объекты, улучшить инфраструктуру. Елизавета Василевич расскажет, что обещали людям в Томске, Омске и Кемерове и почему не исполнили. Аквапарк и торговый комплекс, благоустроенные аллеи и беговые дорожки, специальная ландшафтная зона для занятий спортом и многое другое. 15 лет назад, когда презентовали проект, парк 300-летия Омска обещал стать самым красивым и удобным в городе. Однако сейчас, уже после официального открытия, здесь как в лесу, есть только платный мини-стадион и несколько спортивных снарядов. Разочарованные амичи посвятили недострою клип, чтобы хоть как-то привлечь внимание чиновников. В итоге об Омске в очередной раз заговорили на федеральном уровне. Заместитель министра строительства России Андрей Чибис сообщил, что парк возьмут на контроль. Впрочем, некоторые чиновники считают, что с парком все в порядке, и он значительно преобразился. Действительно, здесь уже высохла высаженная чиновниками кедровая аллея. А вот в Кемерове не выполнены обещания главы региона могут стоить кому-то жизни. Губернатор Аман Тулеев заявил, что к 2016 году в Кузбассе не останется ни одного аварийного дома. Однако до сих пор не снесены более 600 бараков. Переселения ждут почти 3000 семей. А чтобы не портить статистику, местные чиновники не признают аварийными даже те здания, которые, кажется, вот-вот рухнут. К примеру, баракам на улицах Луганская и Водонапорная уже более 75 лет. Их построили еще в довоенное время. Дом этот с 1939 года. Я же здесь жил 79-го. Здесь ремонт, и никогда вот штукатурили бы, чтобы вот это за штукатурили, мне было лет 9. А сейчас мне 44 уже будет год. Вы представьте, сколько лет вообще, куда деньги наши идут, мы кому платим. Ну а в Томске не могут завершить реконструкцию подпорной стенки набережной вдоль одной из главных улиц города – проспекта Ленина. Хотя губернатор Сергей Жвачкин сообщал, что ремонт идет без задержек. Но при этом сроки сдачи переносились 6 раз. Строительство планировали закончить весной, потом осенью. При этом в сентябре стройку заморозили из-за неожиданно обнаруженных археологических находок. Чиновники, наученные горьким опытом, уже и не ставят четких сроков. Формулировки туманны. 2017 год. Елизавета Васильевич, Константин Демиденко, Остап Григориянс и Евдокия Шеламова. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск. Новости. Новости.